Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня в рамках того проекта на представление своих активистов у нас молодой человек, особо мной уважаемый молодой человек, наверное, потому что он самый молодой из наших активистов, это Иван Щучей, тот, который пришел к нам, ну как, пришел к нам на митинги, на молебни, да, Иван? Да. На молебни, вышел, осмелился, сказал слово. Вот, представляю вашему мнению, он до настоящего времени с нами до настоящего времени в нашем движении, очень смелый и я уверен, что очень откровенный, очень чистый человек Иван Щучаев. Иван, поприветствуй. Здравствуйте, меня зовут Иван Щучаев, у меня 28 лет. Родился я в поселке Коробкин Сарпинского района в 92-м году. Учился в Мансузской средней школе до 7-го класса, там жил с семьей. Потом переехал в Иллисту, ну, в связи там с событиями. Учился, далее в Иллистинской классической гимназии. Потом я поступил по целевому в Институт нефти и газа имени Губкина. Проучился 5 лет, ну и, соответственно, стал работать по вахте. Вахтовый метод работы. Я месяц работаю, месяц отдыхаю. Езжу по всей России занимать бурением нефтяных и газовых скважин. Ну, работа сама нравится мне. Как бы, именно вот, это вот мои личные предпочтения, потому что я вот не офисной работник, больше, а мне нравится в поле, как бы. Этим мне сама вот эта деятельность понравилась. И еще самый главный момент, то, что работая так, я могу быть дома. У меня самое такое, у меня давно было такое желание, точнее, не давно, а вот изначально, быть дома. Я вот где-нибудь, я учился в Москве, но мне было, наверное, некомфортно там находиться, потому что... Всегда хотел домой. Да, всегда хотел домой, домой. Вот по Москве, вот я даже, я приехал в Москву, я на Красной площади был, там, пару раз от силы. Вначале, как только приехал в Москву, и вот в пятом курсе. Все. А вот меня Москва лично вот не привлекала. Вот в Москве у нас там было свое земляйственное в университете, нас очень много поступило, у меня много однокурсников, человек 30 у нас было вот на пике, кто именно в общежитии жил. Я, можно сказать, общался вот в основном, ну, только с ними. 95% моего общения было только с ними. И поэтому, ну, это, наверное, следствие было за то, что я вот постоянно, ну, наверное, тянулся к своим, к своей культуре, к своему краю. Поэтому я бы, и вот мое решение работать по вахте, наверное, и как раз следствие того, что я в Москве, хотя вот наших очень много, конечно, земляков в Москве работает, но тот образ жизни в Москве, там, меня он не привлекает. я лучше буду здесь работать, и как бы для меня это вообще работа, можно сказать, удача. Как бы работа, можно сказать, средняя, ну, высокооплачена по сравнению со средней. В Калмыкии я точно-таки деньги нигде не заработаю. И сам образ, месяц отдыхаешь, месяц работаешь, ну, это, по мне, это как самое... То есть, можно назвать любимые делы, да? Да, меня это, ну, я не работаю через палку, да. Ну, работа тяжелая, конечно, я не могу там, бывало, я находился по несколько месяцев, по два, по три месяца, тяжелая работа физически, там, это, это районы Крайнего Севера, как бы, ну, работа нормальная, я отлично удовлетворен. Кто занимается любимым делом, тот счастливый человек, говорят, да? Вот, Вань, смотри, да, вот, когда вот начались вот эти все у нас протестные движения, да, вот, мы на сегодня у нас, привлекает, когда наших активистов, я же хожу представительного судебного заседания, и вот мы часто пересматриваем те протесты, те вот, те митинги, и, я удивился, я удивился, когда я увидел тебя, вот, в ходе пересмотра одного из видео на одно судебное заседание, я удивился, я увидел тебя, оказывается, с самого начала, с 29 октября, ой, с сентября, когда это, что-то началось, потом ты пришел 1 октября, и после этого мы уже познакомились, и дальше пошло. Объясни мне, связи с чем, да, связи с чем, почему, и как тебя затронуло все это, и действия главы действий, действия депутатов, и почему ты вот на сегодня принимаешь такую активную гражданскую позицию, прокомментируй, пожалуйста, этот момент, потому что я считаю, что это на сегодня это важно. Ну, если брать изначально вообще причины того, что я здесь, это вообще разговоры о политике у нас, у меня, в моем окружении были всегда, даже участь в университете, мы постоянно с однокурсниками затрагивали эту тему, проблему культуры, проблему нас, калмыков, нашего текущего положения, и поэтому этот вопрос не было такого, что я вот ни об этом не думал, не думал, и раз пришел. Эти разговоры постоянно мусили, даже в любой среде, с кем бы ни было, там, с родственниками, это все равно все обсуждалось у нас, ну, с любым, с кем я общался, так или иначе эта тема затрагивалась. сам я был такого мнения, то, что, да, все, Орлов я понимал, что, что, что он за человек, что он за руководитель, в принципе, но занимал такую позицию, как бы, ну, наблюдатель, как бы активно, ну, и на самом деле, активность была, вот, среди вот, наших стариков-разбойников, в принципе, я слышал, я помню, был митинг против калмыцкого, я сбываю за калмыцкий язык, то, что, вот, отменили его в школах обязательно. Ты даже отслеживал, да? Да, я это отслеживал, да, вот, я отслеживал, но увидел, то, что все равно это влияет, то, что не было высокого отклика среди населения, поэтому это, как бы, я туда не ходил, там, и не участвовал в этом. Ну, если переходить уже к этим событиям, то, это, получается, сентябрь, я приехал после вахты, отдыхал, и увидел пост с аналогичем, и изначально он написал его, и так получилось, что его брат младший, Эльвей Качин, это мой однокурсник, друг, и он написал наш чат, у нас один однокурсник в чат есть, вот так и так, пацаны, есть такая ситуация, сход, приходите. Ну, я так, я отслеживал, я думаю, надо по-любому, поддержку оказать, сходить, посмотреть, я вот начал, я вот не помню уже, да, я, наверное, изучал тот напитник, кто он, что он из себя представил, ну, в принципе, из санала просто было понятно, что он с ДН, что он, ну, я, как бы, пока не углублялся в эту ситуацию, решил просто проверить, что происходит, как бы, вот он шанс, как бы, для меня ничего не стоило сходить туда, я им, даже было, мне было интересно, сколько людей придет, как, не, вот здесь важный вопрос, тебе было, интересно прийти, или тебе было интересно возмутиться, поддержать, не, на самом деле, не было интересно, да, конечно, я переживал, я понимал, но все равно, вот это было, знаете, остаточно от Орлова, ну, если бы мало людей пришло, оно бы так и осталось, и тропезников бы остался, все-таки сыграл этот момент, что людей действительно пришло много, и вот это все, мне вот это обрадовало, то, что людей было, пришло много, дай пока мы здесь находимся, ты знаешь, когда, ты сколько уже, ты митингов участвовал, вот, особо настроение, то, внутренне, тухое, митингов, вот он повлиял на тебя, конечно, очень сильно повлиял, не в азиатах сидели, когда мы были там, на площади Пава-Беда, вот первое, да, там это было, ты находишь внутри, почувствовал это, конечно, и это все эти события, привели к тому, что я уже более, так бы, усиленно начал, активные движения, если бы этого не было, я бы, наверное, так бы и остался, пассивным наблюдателем, я, ну, все равно хочу добавить, то, что это, ну, у меня всегда, наверное, внутреннее было стремление как-то повлиять на ситуацию, просто не было возможности на это, сейчас вот появилась возможность, уже все, как бы, жизнь подкинула такую возможность, ну, она подкидывает, наверное, тем, кто ищет ее, и вот у меня возможность такая появилась, 29-го сход, на сходе я увидел, от всех там, людей уже там, ну, ты был, там, Алдаду, ну, всех, кто был, всех, кого я знаю, отзая был, и, чимиджам, ну, это, ну, сход прошел, да, на самом деле, я хотел послушать, что они скажут, вот, именно с их слов, потому что это было бы, ну, на самом деле, это было важно, я бы, по их словам, я бы сразу понял, что это за человек, ну, когда они начали говорить про образование, преобразование, обещал мне сититься, в принципе, мне, для меня было все понятно, что этот человек, из себя, как бы, ничего не представляет, это явно было, ну, он не тот, за кого нам хотят его выдать, ну, что сегодня, да, соответственно, сход прошел, все, 1 октября, 1 октября, я туда прихожу, а вот 29-го, ты не выступал, я не выступал, я думаю, честно, я вот так, вот 1 октября, ты решил выступить, почему ты решил выступить, потому что, вот я жалел, то, что я не выступил, 29-го, а ты уже, ты уже это время, там, два-три дня жалел, да, надо было, думаю, ну, все равно, есть, вот это, немножко, порог, надо же преодолеть его, вот это, я там, до этого ни разу, нигде не выступал, тогда, значит, уходит, тебя это сильно задело, да, но я хотел, да, я хотел высказаться, чтобы люди меня услышали, донести до них, что, ну, в принципе, там собрались, какие-то такие люди, все понимающие, все, кто понимал, что происходит, я, как бы, еще был в таком, немножко положенный, обсидок, потом бы узнал, кто он, и уже 21-го, октября, я, как бы, не шел, с изначальной целью такой выступить, это же все стихийно получилось, эти выступления. Внутри находишься ход. Да, 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 и внутри, я уже видел, начали люди выступать, ну, и приставалась такая возможность, когда, ну, я уже не колебался, вышел, обратил внимание, то, что тут дело, вот, я, вот, как и сейчас я и говорю, истинная причина, это не трапезников, не, не бату даже, ну, как бату, это тоже причина, причина не в личности, причина в том, как она попала в эту, в эту личность, в эту, на эту должность. Депутаты, его выбрали же, правильно, хоть и формально, получается, мы, а вы депутата выбрали, кто? Мы. Соответственно, соответственно, а эти депутаты, вообще, откуда появились? Ну, как, мы их, наверное, не выбрали, мы не думали, что мы их выбрали, на самом деле, мы уже все понимаем, что они зависимы от бату. Получается, а бату кто? Выбрали мы. Выборы прошли, бату победил, все. И в итоге, это причина-то всему, сами мы, а не кто-то, не трапезников, что-то взял, дверь ногой открыл, и сказал, все, я буду с вами, ой, я буду у вас там главой. Это все не так происходило. И вот эти маленькие все, там, тут чуть-чуть, не до, не до, как сказать, недовысказались, там чуть оставили на самотеку. И в итоге, все эти маленькие ручейки привели в такую большую реку, что уже с ней было тяжело, уже трапезник, мы не смогли помешать этому назначению. И трапезников, я говорил, мое выступление, смысл не в депутатах, смысл, ой, смысл не в трапезниках, депутатах, даже не в тепла, а в нашем выборе. То, что мы, надо ходить на выборы. То, что явка была, там, 40% что ли, на этих выборах. Мы не можем выбирать, мы вообще не можем выбирать, и не можем выбирать, тем более, правильные люди. Да, и вы, да. И вот самое главное, вот для меня сейчас, цель, не просто, допустим, смещение трапезникова с его должности, для меня главное, провести честные и свободные выборы. И не просто выборы, чтобы максимально людей прийти, вот как в регионах, Чечня, там, Тувак, где по 90% явка, но мы сами знаем, какой там выбор. И это, это смысл не в том, чтобы максимально позвать людей, чтобы они пришли и сделали осознанный выбор. Правильно. не так просто, вот как наши депутаты, а, все, верим Бату, мы его выбрали. Это неосознанный выбор. Вот я сейчас шел на интервью, думал, а какую аналогию привести? Аналогию, вот, как мы садимся, СОП приводил, помните, еще, как мы пилот самолета. Бату, он пилот, он, допустим, водитель такси, а мы пассажиры. Вот мы сели, говорим, мы сели, выбрали Бату, и говорим, все, мы поедем туда. Ну, неуправдаем. Да, да, он имеет возможность, он имеет власть водить. Ну, хозяева, власть тут мы, народ, жители. Если нам что-то не нравится, то мы просто говорим, все, давай, до свидания, другого водителя сажаем. А сейчас у нас ситуация такая, что, а наши депутаты как сделали? Они сели в такси, посадили ребенка туда, даже, и закрыли глаза, и едут, непонятно, просто доверились ему. Доверились слепо. Это, это халатность, правильно? И это же может привести к аварии, к последствиям трагическим. Вот так же они сделали. Они слепо доверились главе. Даже я... Которого нет опыт. Ты это имеешь в виду? Ну, это уже, даже если бы был опыт, но так нельзя доверяться, нужно самому принимать решения. Вот, даже я, допустим, мой друг говорит, вот, я его предлагаю, я бы все равно сказал, я тебе доверяю, а ты мой друг, но я сам проверю, потому что это важно. Я не могу в таких важных вопросах полагаться на чужое мнение, потому что спрашивать с меня будет. И я, что я людям скажу? А это не я виноват, это он виноват. Принимал это решение я. И это безответственность, это халатность, вот так вот безответственность, свой выбор, так сказать, переводить все стрелки на главу. Глава вообще тут, по идее, ни при чем. Он предложил. Вы должны были рассмотреть, они не сделали свою работу, они должны были изучить резюме, опыт, провести работу. А они так, их посадили. Они должны показать самостоятельность, и все. Подсказать мыслительный процесс, хотя бы зачатки его. А это, я понимаю, что вот это, с таким подходом, это никуда не по-нау, знаете, это нигде, вот в любой организации, это нельзя такой подход делать. Даже начальником ставить, просто подавили. это крах любой системы будет. Не сейчас, так потом. Такой ситуации, чтобы ты, вот что ты, как ты видишь выход, чтобы ты предложил сам, ты уже сформированную человеку, разбирайся. Ну, сейчас мы, как бы уже, боремся с последствиями, вот этого всего, разгребаем, вот этот весь бардак. Я сам начинаю, ну, я же до этого не углублялся, я начинаю интересоваться всеми этими событиями. Вот эта вся структура, которая сейчас, получается, во власти, которая сейчас руководит нами. Точнее, не руководит, а вот я хотел обратить внимание, то, что мы вот говорим, власть, власть. Власть здесь, мы, народ по конституции, они, вот все говорят, вот власть, и, соответственно, такое мышление, это, ну, как бы рабское мышление, то, что они даны нам, они не выбраны кем-то, там, богом, не знаю. Мы их сами, они представители народа в органах власти. А орган власти, это орган, считай, народа. Власть, она не сама по себе. Мы тут, хотя, это как я выяснил, вот мы, пассажиры такси, мы тут заказываем музыку. Водитель не понравился, все, давай, до свидания. Я хочу, чтобы была такая система, вот, выбрали мы кого-то, пусть, этот человек, допустим, не оправдал наш ровень, и мы могли бы его в любой момент поменять. Потому что пять лет, я считаю, это неправильно, когда мы, ну, все мы можем ошибиться, даже я, там, любой человек. И что нам теперь пять ждать, теперь пять лет ждать, что ли? Нет, так не должно быть. если мы сидим в такси, а такси не туда едет, да смысл? человек едет в пропасть, и мы ничего не, как это, ничего ли там, лететь в пропасть, ничего не делать. Поэтому я, такого мнения, что надо, чтобы был сменяемость, чтобы мы могли легко поменять, ну, эта система уже конкретно там, а для того, чтобы менять систему, нужна воля народа, жителей. Соответственно, надо повлиять на волю людей, чтобы ответственность почувствовать, что это не просто так, что эти люди, они, ну, у всех такое понимали, что вот, ну, они там встали, ну, что сделать? Все, в их руках, давайте верить. Так не будет. Сейчас придет туда самый умнейший человек, там, лучший человек, и не получится у него ничего сделать, потому что сейчас колонки в такой ситуации находятся, надо, все тут всеобщие, мобилизация, общество нужна. Каждый должен ходить и чувствовать свою ответственность, выкидывать мусор, там, указывать на ошибки, дорогу неправильно, свет не горит, тот неправильно работает. Только так мы можем, чтобы это сделать, чтобы все заработало. А если мы, это понимая, да, это такая пассивная позиция, вот охота людям, выбрать человека и ничего не делать, а тут само все, и у нас все растет, работа там, дороги, все, площадки везде, дети у нас калмыцкие знают, но это не будет, ну, не найдется такого человека. Если мы не начнем с себя. Мы не начнем с себя, это все, это только в такой среде появится такой, и то мы должны ему помогать, потому что, сами мы знаем сейчас, в какой системе мы живем, и поэтому, без этого никак. Тут нужна консультация всеобщества, и не акценты на какого-то одного человека, да, там, выберем мы кого-то, неважно кого, но все равно-то ответственность-то за нами, этот человек не заработает без нашей поддержки, даже если он захочет всеми фибрами души. Сейчас такая политика, в общем, государство, надо оглядываться на нее, ну, я имею ввиду Москву, все мы знаем, да, какие у нас происходят, ну, надо помогать, ну, помогать, опять же, если надо видеть в нем потенциал, только тогда. Ну, сейчас, как бы, ситуация такая, что, как не помогает, все, мы не туда едем. Такси едет, говоришь там налево, ну, все говорят, потому что, конечно, мы можем ошибаться, опять же, я еще раз это акцентирую, но все говорят, ну, все, конечно, за толпой говорят, плохо следует, но есть такие, есть такие простые вещи, как бы, постулаты, которые ясны всем, там, черное-черное, белое-то белое. Вот, вот, конкретно, как по трапезнику, его тут не быть не должно. Ну, надо начинать переграшивать, чем на белое. тут начинается вот этот, белое-черное. Даже не то, что, тут ладно была, знаешь, такая ситуация непонятная, там, может быть, тут все предельно четко, ясно, куда ни глянь, ну, я согласен с тобой, ты ханил на выгура? Не, меня не было, я на вахте был. Ну, а вот, я вчера разговаривали, мы с одним, он тоже, знаешь, очень многие говорят, вот, когда Марти пришел к Асимову, да, и очень многие, даже большинство населения, поверило в какие-то перемены. Ты относился, в числе, Нет, я не был точно, что я, ну, как бы, ликовал, это было точно, нет, но надежды у меня, конечно, были, теплились. Но я понимал, что Батуй Сергеевич Хасиков, он, не за что зацепиться было пока. Он спортсмен хорош, патриот был на тот момент, ну, ну, и сейчас возможно. Ну, по крайней мере, он ушел такое, он ушел такое мнение о нем. И я хотел увидеть в нем это, постараться там найти, ну, у меня, наверное, было 50 на 50. Я понимал, что у него нету таких прям реальных каких-то способностей на это, но я верил все-таки, что человек патриот, и он найдет этот способ вывести из нас. Потому что еще, наверное, влияло то, что мы ликовались по поводу, что отлов ушел. Ну, да, на самом деле, это было, наверное, можно сказать, внезапно. Не все этого ожидали. И я, наверное, на фоне этого, ну, как любой человек, я верю в лучшее. Бату на тот момент вообще никаких не внушал каких-то подозрений, что он может в итоге, как сейчас случилось, такие действия произвести. Ну, и как бы, да, я в него верил. Это, я против него, я точно ничего не имел. Это сто процентов. Я, ну, как бы, видел то, что человек пришел, хочет, наверное, что-то сделать. Но он же патриот, все, я за него болел, я радовался, когда он побеждает. Ну, ты же, конечно, конечно, да, он земляк, он боец. А, болел в смысле, на ринге? Не, я ни разу не был. Не, ты, конечно, здесь, здесь ты, недавно, вчера тоже разговаривали. достаточно. Теперь я уже понимаю, что одного намерения сделать, недостаточно. Вот, и мы, тогда мы подходим к такому вопросу, какими качествами, должно быть лицо, которое хочет быть, должно быть, главой нашего региона? Ну, меня сразу такое понимание, что это, чего должен быть профессионалом. Какой-то из сфер, которого, конечно, нельзя быть профессионалом во всех сферах, да? Президент, это вот, он не может за всем усудить. Главная задача, ой, президента, главы республики. Главы республики, это контролировать, поставить правильных людей на нужные места. Ну, опять же, как компетенция. Компетенция, да, это, вот я не знаю, это жизненный опыт, либо опыт профессиональный, это может быть опыт работы каких-то в госорганах, но именно не просто опыт, а именно какие-то заслуги, чтобы были достижения, но он может, по идее, работать в коммерческих структурах, генеральном директе какой-нибудь холдинга компании, но чтобы видно, то что этот человек может управлять людьми, потому что все равно глава, это самая основная это управление людьми. Ну, не будем говорить о том, что у него должны быть намерения поднять республику, сделать жизнь лучше, это уже само собой развивающиеся вещи. То, что он должен быть патриотом, не так просто, чтобы у него не было вот этих, ну, был, должен быть патриот, будем так говорить, должен быть управленцем, должен, я, например, вижу там какое-нибудь экономическое образование, юридическое, еще какое-нибудь... Возможно, возможно, да, но чтобы человек, для меня, наверное, будет показательным, если он имел управление людей и достиг с этой организацией, с этими людьми какого-то результата, успеха. И чтобы он, наверное, все-таки был, был у него опыт в этой сфере, ну, само собой, да, ну, как-то так, ну, тут уже, по конкретному кандидату каждый, и тут уже, в принципе, там много, наверное, нюансов, но основной это так, это, наверное, факт управления. Нужны и требования. Да. Это же основное, то, что человек должен поставить на каждое министерство правильного человека и контролировать ход развития. Ну, и, соответственно, принимать там важные решения по распределению средств, ну, уже это уже, там, профессиональные какие-то дела. Наверное, так как-то. Для чтобы согласен должен быть контактным. поделиться, на самом деле. Могу, много исключений, может быть, надо в целом рассматривать. Я лично, у меня такой подход. Вот, да, вот такой немножко провокационный, наверное, вопрос я задам, да? Должен ли руководитель республики Калмыкия быть настоящим калмыкин, то есть, знать культуру, знать язык, традиции, обычаи, потому что вот в свете указанных событий, особенно вот после митинга до 27-го скамейки, да, нас объявили националистами, да, какими-то, и при этом нас объявили националистами, провластные средства массовой информации. Моё мнение, да, например, я согласен здесь с Батром Бармагнанем, то, что если я, как говорю, то, что я калмык и хочу развивать свою культуру, вот как Макс, да, за свою культуру, не затрагивая другие народы, там, не говоря о них плохо, это наоборот, это вообще является патриотизм и влияет на развитие нашей культуры, на воспитание детей в тех, в тех обычаях и традициях, как воспитывали ранее, вот как, должен ли глава быть вот таким человеком? исполнить. Ну, тут, на самом деле, вот, игра слов, национализм, есть шовенизм, есть ксенофобия, есть патриотизм. И вот все эти, как бы, никто сейчас, я так понимаю, не может разобраться. Вот, на самом деле, не важно, кто мы, националисты, ксенофобия, ну, да, ксенофобия, понятно, это боязнь ко всему джужому, есть шовенизм, есть там национализм. Национализм, если так, я вот тоже этот вопрос поднимал, пытался разобраться, все-таки национализм, это когда ты пытаешься возвысить свой народ, без оскорблений чужого. Есть шовенизм, когда ты предаешься возвысить свой народ путем унижения других народов. На этом фоне. Да, на этом фоне. И, соответственно, тут, тут все просто. Если человек хочет поднять, если он любит свой народ и делает для него какие-то вещи, которые не расходятся там с какие-то морально-этическими нормами для всех народов, ну, это патриотизм, наверное. Можно назвать это национализм, ну, просто сейчас с этим национализмом, сейчас уже много всяких, ну, этих разговоров, перед турбас, поэтому все, этот оттенок национализма уже начинает в сторону вот этого ксенофобии, то, что боязнь всего чужого. негативную сторону, да, есть это просто... Не, ну, перебью, здесь-то надо учитывать на сегодняшнем составляющем культуре. Конкретно, потому что никто не запретит человеку любить свою культуру. Все, я вот, например, я вот такой, меня можно назвать, наверное, националистом, я люблю свою культуру, я хочу, чтобы мы, калмыки, нас стало больше, чтобы мы там заявили о себе, чтобы мне было бы приятно, чтобы мы, калмыки, реализовывали себя, чтобы наша нация достигла успеха на международной арене. И я отношусь совершенно нормально к другим народам национальности. И это, я даже считаю, это правильно, что другие нации будут так же относиться к своим... Другие представители нации будут так же относиться. Каждый должен любить свою нацию, и это нормально. Называй свою культуру. Да, и это все, и в итоге это будет, всем будет счастье. И не конфликтовать, все, это же возможно. Почему нет? Просто одно исключает другое. Все говорят, что если ты любишь свою нас, значит ты автоматически не любишь чужие. На этом вред. Это же можно все совмещать прекрасно. И все будут жить в гармонии. Поэтому, если говорить насчет конкретно главы, то все-таки я больше склоняюсь, да, человек должен жить в регионе. Вот как цен соседлость. Чтобы понять, руководить регионе, нужно понимать не только его особенности, какие-то финансовые, экономические, показатели, но и его культуры. Потому что у населения всякие запросы на то или иное запросы, на культурные ценности. Надо понимать особенность менталитета и знать, чего народ от тебя хочет. Потому что ты пришел служить народу глава. который здесь проживает. А когда голова приходит извне, его поставил кто-то извне. Значит, он будет служить ему. Потому что, ну, это желание... Безусчета этих, особенно. безусчета этих, его поставили извне. Потому что свой народ, я, в принципе, не исключаю того факта, что может быть чужой. Ну, он может быть чужим, только если мы сами, если мы сами выберем весь народ. это будет реально профессия. Я готов там, знаете, какой-то, там, знаете, вы там есть Ли Куан Вилл, президент Сингапура, вот Парсадану многое. Я бы очень рад был увидеть ее на руководящей поставке на моей республике. А что, думаешь, у нас таких людей нет? А вот именно. У нас же такие люди есть. Это не значит, что я своих буду, да? Я именно предполагаю, что не исключаю такой вариант. Ну, конечно, я буду стараться, потому что этот человек намного будет лучше. Потому что он знает, у него есть профессиональные качества, у него есть понимание менталитета, культура. Это будет идеально. Идеальный кандидат. Ваня, вот ты когда выступал на молебнии до 1 октября, по моему мнению, вообще, у тебя было такое выступление одно из конструктивных. Ты вышел с брошюркой, по программе Батухасичка, и ты рассказал про механизм отзыва депутатов, да? Вот я бы хотел, чтобы ты здесь более подробно остановился и более подробно разъяснил в таком формате сейчас для зрителей. Что и как ты имел в виду? Кстати, да, эта брошюрка, я не помню, как появилась у меня. Перед этим митингом, митингом, молебном, я эту брошюру специально взял с собой. Она у меня была. А, нет, я не взял, я ее забыл. Хотел взять и показать всем. Вот она вот такая. Вот здесь он пишет, Батух Сергеевич, программа Батута обеспечить открытость и прозрачность власти, вернуть уважение народа к органам власти, обеспечить максимальную открытость принятия всех решений. Видим, нет. Использовать публичное и общественное обсуждение основных программ и проектов республиканского и муниципального уровня. Ну, тоже нет. Самое главное установить механизм отзыва депутатов органов власти всех уровней неоправдавших доверия избирателей. Вот этот механизм, на самом деле, он-то и нужен. Если бы этот механизм, проблем бы не было. Не, он существует, но он очень сложный. Да, вот именно, что это, можно сказать, это не механизм, это так. Вот здесь он конкретно, что именно, чтобы этот механизм работал. Сейчас у нас, да, может, формально и сделали так, но по сути, это нереально все. Как и с референдумом. Там, из любой другой инициативы налога. Все, все у них предусмотрено. И это же, он сам написал, никто его не тянул, не заявили, не мы. Я вот у него спрашивал на встрече, когда будет этот механизм? Ответа не было. А он ничего не ответил? Ну, сказал, да, мы будем, то все, ну, как обычно. Вот на встрече я был, вот это у меня самое главное было. Когда вы сделаете механизм? Сделайте механизм, все, больше ничего не надо от вас, мы сами разберемся. Это же муниципальный уровень, это же не госвласть. Это он отдельно существует. Это мы сами, жители, решаем. Все, если бы был бы механизм, депутатов убираем, новых садим туда, выбираем, сажаем. Все. Они наши, конкретно за которых мы, ну, последствия за которые, они будут отвечать, нести ответственность за того или иного кандидата. Потому что эти не оправдали наши желания, ну, наши доверия. Хотя все возможно еще. я, в принципе, если я не повернулся к народу, то я не говорю, что, знаете, время есть, время есть, всегда есть, ну, у всех есть. если они сделают в итоге, что Трапезников уйдет. Этот конкурс, кстати, скоро будет конкурс, по идее. Если они сделают так, не проголосуют за него, то можно дать им шанс. Проголосуют за другого? Да, за другого. Я думаю, любой кандидат будет лучше Трапезников. Лучше. Куда ни посмотри, любые, ну, короче, он будет лучше. Нет у него преимуществ никаких, но все эти инвесторы, это все, это мультики. Это фейк, цирк, как еще, может, пиар, все вот эти вот действия, которые он конкретно по личностям, это же не системно, он что, каждому будет помогать, ну, давай, всем помоги, денег не хватит тебе. Ты систему, давай. Управляющая компания тоже свою личную выгоду хочет иметь. Автобусы нет, МОП хочет создать, тоже походу свой личный выгод. Поэтому, ну, тут как ни крути, все это в открытом доступе, поэтому, вы видите все это, вы можете найти, даже если не знаете, попросите, обратитесь к нам, кто сомневается. Мы все вам покажем, обсудим. все это вот этот доступ. Вот у нас есть там видео, да, на ЗААН онлайн, вот Алиста наш город, тоже канал, тоже канал. Заходите, все, мы стараемся вот это освещать, информировать население. А там уже вы на основе этих данных, конечно, принимайте решение. Либо вы соглашаетесь с этим, либо нет. Что бы хотелось бы еще сказать по вопросам культуры и развития нашей культуры? Ну, по вопросам культуры, именно, если брать, то смысл-то именно не культура, смысл в том, что у нас есть много проблемных вопросов, которые требуют решения именно консолидированного, именно общественно-коллективного решения. Потому что, когда мы решаем коллективно, это вот, это чувствует, каждый человек чувствует ответственность за этот выбор. Надо вот именно, ну, не принуждать, конечно, а максимально стараться убеждать. Я вот, моя личная идея, посыл, то, что, если человек сделал выбор, то он уже волей-неволей чувствует, будет ответственность за него. А когда человек принуждает к выбору, он не чувствует ответственности. Ну, он говорит, ну, меня принудили, и все. И вот в этом то, что, как знаете, это как инфантильность. Инфантильность. Это вот человек не способный принять решение, соответственно, он не может взять ответственность на себя. И вот сейчас идет такая инфантильность, тенденция к инфантильности населения, что нету стремления, ну, это, наверное, причины много, наверное, причин, и внешне, и внутренне, в принципе, смысл за них говорить, за причинах, надо говорить, а как это преодолеть. Поэтому конкретно по проблемам, которые у нас есть, у нас много есть проблем в культуре, в социальной сфере, там, уже не говоря о нашем самосознании, не говоря о нашей просто общественной жизни, то, что как нам жить, если, давайте, вот по порядку я скажу, вот у нас проблема, вот, просто калмыцкий язык. Калмыцкий язык никто не знает, да, курсы идут, это вот, мы делаем потуги реальную, путем, знаете, это как, это люди сами инициативу проверяют единицы, то что я им благодарен, сам я язык имени вообще, ну, знаю, как бы, хая-хая, вот так. Я вот пытаюсь изучить, конечно, конечно, но нужны возможности, может, много таких людей, как я. Конечно, мы сами, наверное, ехать, можно, самим все выучить, но это тяжело, очень тяжело. Все люди работают, все дети, семьи, это тяжело, нужно дать им такую возможность. А как дать? Если, если чисто средствами конкретных людей, но это не тяжело будет, люди, надо помогать, именно государство, тоже помощи ждать, это тоже такая пассивная позиция, ну, опять же, государство. Тех, как мы их сами выбрали, по идее, они должны делать. Но это уже проблема уже, ну, как бы, на будущее. Сейчас ситуация такая, что от него помощи, ну, ждать невозможно, нельзя ждать. надо делать, а самим это надо консолидироваться, надо объединяться, нужно разговаривать, да. Заброс, потом исполнение запроса, контроль. Поздей мы берем, надо взять на себя вот эти задачи государства, которые они исполняются. Вопрос восстановления нашей культуры, наших, по поводу культуры, язык, традиции, танцы, очень много всего. Проблем на самом деле много. Помимо того, что, знаете, есть еще такая ситуация, вот в Китае идет такая тенденция, что вот наш эпос Джангар, Китай хочет по программе ЮНЕСКО, там идет наследие ЮНЕСКО, хотят эпос Джангар присвоить себе. Они уже начали вот это движение к этому. У нас есть инициативные люди, которые вот уже делали запрос по этому поводу. И идет, это можно сказать, идет, у нас эпос Джангар хотят присвоить себе китайцы. В силу того, что им у них, наверное, этот, есть запрос на это. Их культурный запрос, но они хотят обогтить свою культуру, потому что эпос Джангар это сильнейшее достояние. Да. Очень серьезное. И, в принципе, они, наверное, они как, наверное, это объясняют, то, что у них там есть синьцзянец, ну, то, по сути, те же, аэрак синьцзянгар в улькутском основном науке. Под видом этого они хотят его национализировать, можем так сказать. Ну, под видом. Да. А следствие чего? Следствие того, что мы нашей эпос Джангар забываем. Не то, что я просто мой язык забыл, что говорить о эпосе. Мы не даем ему то должное внимание, на которое он должен. мы должны нас, как бы, вдохновать. И это, и это, и на самом деле очень серьезно мы можем потерять не только, видите, мы не говорим о нации, вот такие серьезные моменты и теряется нация, когда теряем то это, потихоньку нас вот так показали, что это все надо поднимать. Я думаю, это тоже поднимем эту тему. Это касаемо культуры. Также еще вот хотел упомянуть, есть наши активисты, да, вот Алдара Энджена в Москве. у них такая идея есть создать центры айратской культуры. Везде, где есть айрат. Айрат комьюнити-центр. Эти центры будут носителями, точнее, культурными центрами, и не только культурными, но и просто общественными центрами айрат. Да, даже какую-то просто помощь это физически, это как площадка, где будет пристально все наши где любой айрат, калмыцкий предприниматель может прийти туда. Обычный гражданин, но смысл в том, чтобы консолидироваться. Не только общаться, там может быть наши, допустим, юристы, там предприниматели, бизнесмены, и будут иметь свой офис отдельный. И человек пришел, это как, знаете, по принципу China Town, своя экосистема внутри каждого года. И эти центры будут работать везде, и они будут связь иметь с собой, и они будут между собой каждый нести в себе как бы знаешь, фонтан, артезиан, где будет культура это бить и распространяться. Вот сейчас проблема как, много айратов, калмыцк уезжают в другие города, и по сути они ассимилируются. По-своему живут. Поэтому нужен такой центр, магнит, чтобы мы все держались вместе, не теряли свои корни, не теряли свой дух, не теряли свой язык. Потому что вот даже сейчас две глобализации даже, допустим, мы все знаем, да, калмыцкий язык, примем такой ситуации, но все равно есть иммиграция, какая-никая она будет, чтобы калмыки, все в калмыки приехали, и человек, даже который знает язык, он будет переезжать в другой регион, и там он не будет разговаривать, а без практики языка он его забудет. И это нужно, языковая стыда своя, свою культуру, чтобы культуру, мы эту культуру, чтобы она была не просто так, знаете, по праздникам, зол, агонцар, а чтобы она постоянно в жизни присутствовала каждого калмыка, это надо поддерживать, и вот эти центры будут служить этими пакетой поддержкой, и на самом деле, я вот это как представляю, человек приезжает в другой регион, просто приходит в этот центр, айратский, и все, там будет свой отдел кадров, а там у него свои атмосферы, там все калмыки, все, он нашел работу, нашел где жить, все в одном месте, у него там детские сады будут даже калмыцки, ну вот так, в принципе, к этому стремимся, это будет все, и это, ну там, финансовая система, конечно, будет, вот это надо будет, сейчас прорабатываем, эту систему, то, что это как на взносах все будет, конечно, но смысл в том, что это будет, ну не знаю, как кооперативное, что-то вроде такого, потому что есть два пути развития, вот как мы говорим, можно сказать, такой радикальный, да, это вот борьба, которая с органами, пытаться вот этого, а есть такая, другой путь, все, мы отходим сами, пытаемся сами, свои, 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 да, свои, своего какого-то общества, не ждя помощи от, ну государства, я думаю, нужно параллельно двигаться в этих двух направлений, потому что не факт, что мы победим на одном, не факт, что победим на другом, и надо максимально пытаться, ну не распыляться, ну две точки, я думаю, нормально, это целится, также по поводу вот культуры, хотелось бы, вот у нас сегодня будет 100-летие, о, сегодня, в этом году, создание автономии, тоже вот эти все праздники, гуляния, надо это организовывать, надо вот максимально пытаться организовывать эти мероприятия, именно культурные, это очень сейчас большая нагрузка идет на министерство культуры, это нужно все прорабатывать, сейчас министерство культуры, одно из самых важнейших, звеньев, внутри политики много, да, да, вот звеньев именно, вот восстановление, калмыцкого народа, не сколько там, финансовая, там политическая, вот эта вся сфера, да, это конечно, это культура, это самое важное, вот этот был, будет в Чулгире, 5 июля, да, этот съезд, надо вот, тоже, думал обратить на это внимание, надо постараться это все сделать, грамот, потому что, вот, надо восстанавливать этот праздник, как я, у нас вот, они проводятся, конечно, но я имею ввиду, именно каждый год, во всех районах, я его помню, маленький был, каждый год весной, была джангариада, со всех районов, каждый район привозил кибетку, все это, а, каждое село, это в нашем районе было, каждый село представлял свою кибетку, скачки, борьба, лук, копье, все это было, и это вот, на самом деле, это такой момент, знаете, просто вот, чтобы люди встретились, и чтобы пообщались, я это как еще, хочу показать, то, что, надо общаться, со своей семьей, со своими родственниками, потом идет, со своими там, соседями, дальше идем, в районе, там, со своими, вообще, земляками, везде, вот, общение, в этом-то и смысл, то, что, когда люди общаются, они, начинают обменяться информацией, начинают что-то как-то, ну, силы-то в обществе, человек-то, существо общественное, если каждый будет по одному двигаться, ну, ему будет тяжело, то есть нужно быть открытыми, открытыми, и надо тянуться друг к другу, вот у меня сейчас такое, вот, кому сейчас нам тянуться, ну, вот, я в чужом городе, к кому я буду тянуться, конечно, со своим, к своим, ну, это, конечно, не отрицает у вас, что надо со всеми общаться, но, вот это вот нам, мы другой нации, ну, давайте общаться с друг с другом, вот, для этого и разнообразие, там, в общем, да, целом, мы там, если глобально, говорить, мы все люди, да, мы все одинаковы, нужно объединяться, объединяться, вот, ну, вот я говорю, от меньшего к большему, вот, вот еще я хотел такой вопрос, вот, как свадьба, некоторые говорят, там, вот, свадьбу не надо делать, современные веяния, да, я думаю, их надо делать, потому что на свадьбе встречаются все родственники, сейчас вообще идет такое, тоже, как люди перестают общаться со своим родственникам, даже близкие, брат там, с братом, и общается, разъехали, все, разъехали, в связи с тем, что у нас телефоны, мы в телефонах смс-ки написали, и для друга, и это все, да, это же тоже маленький, и это все идет к тому, это же маленькие, вот эти все шаги, это ведет, в итоге выливается в том, что мы, как бы, вот, той ситуации, в которой мы сейчас есть, на свадьбе все встречаются, знакомятся, ты там, я здесь, о, давай помогу, я там того знаю, и все, и все для этого, реально общение происходит, надо делать дни рождения, да, праздники, максимально стараться, все это, вот, свадьбу по-любому надо делать, я вот за это агитируюсь, кто не хочет делать, ну, это их дело, ну, я считаю то, что если ты делаешь свадьбу, ты уносишь, ну, какой-никой вклад в культуру, ты объединяешь родственников, еще такой момент, знаете, есть такие ситуации, вот, у нас, как, приводит парень, домой, девушка, говорит, я хочу на ней жениться, начинает выяснять, они таю на родственнике, ситуация, да, все отчего, потому что не общается, а вот до седьмого колена, нельзя, это вот эта традиция идет, вот, вот, я и говорю, это все, все это, это ниточки, от одного, так сказать, витка, там идет, здесь идет, это вот в нашей, вот конкретно в нашей жизни, что мы можем сделать, это хотя бы делать, между родственниками, пытаться вот эти, да, я не понимаю, нельзя, тяжело, там, каждый день общаться, сказать, там, в Москве работают, а ты здесь, вот просто надо хотя бы пытаться, там, поздравлять с днём рождения, там, ну, вот эти культурные массовые мероприятия, хотя бы раз в год собираться со всеми, и это не только семья, и вот и для народа, это же все, народ, это же маленькая семья, и тут все просто, да, и тут все то же самое, тут просто надо немножко это расширить, и это, и вот эту схему, просто на народ наложить, как кальк, и это все то же самое, это как в семье, в семье главный тот, там наш мужчина обычно главный тот кому все доверяет кто может вывести вперед слабый человек не будет сильно главой а когда идет вот это вот когда приходит класть не те кто должен был сильный в общем говоря сильный не в плане физической силы к это плане там лидера когда просто ставят людей по какому-то выбор то это все приводит к деградации системы и это все затухает это все неестественно все нужно быть естественно сильно ну как я тоже такого думаю дать и такого немножко резко сильно выживает слабо это закон джунглей да но это не знаю что там слава мне надо помогать конечно надо помогать сила это и вот это же сила много в чем доброте в правде в честности но это все надо делать мы простые вещи кто все знают обычно в принципе да там есть которые моменты где непонятно как поступить да ну давайте хотя бы то что правильно это соблюдать у нас вот много проблем где нужна консолидация тоже социальной сфере именно вот я имею ввиду жкх вот эти наши площадки все школы детские сады для чего вот это родительские комитеты надо участвовать прав союзы надо восстанавливать вот эти когда вот дом комитеты вот эти все маленькие ячейки должны работать у нас это отсутствие вот этой работы где контроль да со стороны каждого не только вот есть там народный контроль они сам бегут за все контроль долгут им народу что вы же народ мы же народ мы должны контролировать проблем на самом деле много вот был недавно пикет до участвовали там были вич инфицированные родители детей они вот столько лет молчали и вот у них предоставился возможность посредством того что вот мы начали говорить свое высказать свое мнение и они видя это начали говорить а есть много таких кто у кого много есть проблем которые не могут достучаться до общества государства до общества и государства тоже представитель на органах и это вот надо всем высказывать надо не молчать если давать огласку тогда дело будет пойдет не надо вот опускать руки типа это все уже бесполезно ну бесполезно но не ничто не бесполезно даже если минимальный шанс он всегда будет надо что-то делать нельзя вот сказать там ну это будет это если ты это допускаешь значит ты это принимаешь значит это правда вот как ситуация была конфликта скандал с хакас который наш тыгашу спикер парламента хакаси вот высказал такую идею там окей предатели убили 200 тысяч ссылка мы их спасли если бы мы промолчали мы бы согласились ведь можно сказать мы бы согласились с этими словами ну кто-то предлагал промолчать много кто я не буду говорить тому то что предлагали просто спустить все так вот на тормоза можно сказать по год человек вам сам за свои поступки давайте не будем мараться отвечать грязью ну почему ответ всегда подразумевает грязь можно четко грамотно по закону все это сделать в общем привлечь его сделать так чтобы это больше не повторялось потому что впоследствии очень это же не просто слова слова полу и могут сделать больше чем действия идет вот это может идея вот это политизация то что оправдывание вот эти акты геноцида потому что вообще россия она что правоприемника с вот репрессированных должны мне кажется наравне вот как вот вот я знаю евреев холокост их даже правительство германии в москве у них есть центр еврейский где германия выделяет деньги на еврейский центр и они выделяют сиделок чтобы эти сиделки ухаживали за вот этими престарелами его павушки и дедушками евреи чтобы да кто был холокост это поддержка силу надо эту поддержку не то что выбивать от она должна быть где она надо говорить требовать ну то что требовать я думаю если это сделать в принципе никто не будет против просто это надо все грамотно сделать оформить это все дать делу и нельзя было молчать вот я считаю так нельзя было молчать на это оскорбление там бы то знаете кто кидает грязь она до тебя может не дойти но на руках того кидающего она может остаться нет надо отвечать надо пресекать надо доводить до ответственности чтобы никто не смог даже заикаться об этом тут все как бы для нас тут все да очевидно а ты не считаешь что вот это наказание шигашева как бы нет необходимости просто вот этот вообще факт со штыгашевым вот это обстоятельство которые возбудили наше общество нам нужно воспользоваться для постановки вопроса для дальнейшей и полнейшей реабилитации и как ты сказал что глава семьи сильно отвечает наше руководство они должны это поднять то есть посмотреть те документы давайте уже сверемся в этой ситуации я я был сторонником для того что не надо пока сильно на него на и наезжать давайте разберемся и потом вот этим воспользоваться одно другом не мешает да потому что я вот тот момент я это ночью была новость вышла такая я сначала сказал сказал потом начал думать о последствиях и вообще начал вспоминать суки идеалу они как рассказы что там происходило меня знать такое поднялось если я пристал на своем месте какой-то мне будет гадьян мы наши едино вну прошли все знают что прошло каждого заливаю да я не буду рассказать какие ужасы пошли мы туда не вернемся думаю можно воспользуемся этим шансом по любому два района наш почему нам чего по закону реабилитации жест политической репрессии и по закону реабилитации репрессированных народов нам дали где 10 тысяч на семью все не больше что что там еще раз за свет по моему такие вот недостаточно я согласен может воспользоваться территориально территориально все надо это как опять же надо видишь мы же это не под ними вот ты понимаешь что должен это вот то должен они должны кто они это же их работ они же не только выполнять свою конкретную работу там там дороги и зарплаты это все они еще они как фасад нации они представители нашей нации там это же архтаза луз ахла чем она и надо это человек должен понимать опять же ну тяжело если он не понимает да тяжело уже сейчас ничего не сделать пытаться объяснять что я такого мнения если человек есть какие-то убеждения я обычно не спорю человек если там взрослый там сформировался тяжело перебить там в девяносто девять процентов и у него переведишь да он только еще больше убедиться своей точки зрения поэтому я вижу на тех кто еще там сомневается кто открыт к этому взрослый человек если он так думает ну я даже не пытаюсь переведить лично моя позиция кто-то думает по-другому но это так поэтому надо поднимать вот эти цель 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 территориально целостность это вопрос там можно это за что учимся скачать сложно ну а ты сказал будет легко если бы это легко было это сложно из больше строить и автономии опять же нефти лукойл вот бату сергеевич ездил летал на платформу непонятно с какой цели помазался очень хорошо но для чего он видел почему не поднял это же очевидно это находится на калмыцком шельфе почему это на астаханском шельфе это ближе к лагане чем каста точно 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 давайте поднимем вопрос почему так получилось не может быть это как-то в чем-то вот я лично это же очевидно почему именно астахан давайте поровну хотя бы вообще если так взять давайте не давайте разберем поднимем этот вопрос сложно тяжело не спорить границу когда свои работы какие-то узнать действительно не просьбу тяженик не этот ничего же не будет просто сначала начать с этого попытка разобраться ситуации это много тут вопросов конкретного по нефти нефть это же для нас 300 тысяч имеющие нефти в калмыка нас был 3 экспедиция вот как упоминал как он пустой он призвал сюда нефтяник там 100 от 100 на субботе много откуда действительно профессионал прошла с него вот когда надо призывать профессионал потом наших нету тогда надо если наши уехали их возвращать на соответственно не все каждые на возвратиться я их пойму надо давать достойные условия для того чтобы они работали было три экспедиции калмыцкая шанс к лаганск на маленькую калмыки было три буровые экспедиции разведочные нефти газоразветочные нефти у нас достаточно чтобы у нас мы могли быть как тот же объединил арабский арабский эмират по запасам нефти у нас меньше у нас людей у нас 300 тысяч человек а столько там миллиарды вот только ктк прогоняет в день чуть ли там несколько миллиард миллионов это не помню миллион тонн сутки нефти труба находится на территории кого-то лукойл прогоняет платформа шель газовое месторождение каунгаз который нам же продают он сейчас построили с электричеством надо что-то решать вот это тоже очень важный вопрос вот юрий зайцев он как никто знает надо от него вот он пришел нашу республику вот от него главная задача чтобы он нам снизил тарифы как сделал хотя бы как всем по россии не говоря уже снижение хотя мы имеем на это полное право как самый депрессивный регион там по показателям всем экономическим улицам этой таблицы не надо нам денег снести тарифы не надо вот этих бюджетных вливаний это по сути особо нет она просто дают деньги чтобы мы у нас не было дефицит условию создать условия создайте не надо нам подачек условия создайте сделать мы сами все сделаем все это надо делать не знаю получится ли нет поэтому я к чему это говорю вопросов надо объединяться вопрос очень много на самом деле очень важно очень серьезно который надо снижать вместе я один пойду я это не решу я буду кричать с плакатом стоять толку не будет это наделать все вместе и не надо игру и тут я тоже мы тут не эти на амбразуру не хотим мы тут как и дежанна дарк мы не с флагом пилот не бежим да у меня тоже работал год и семья у нас и я все это делаю между делом у меня есть свободное время поэтому я там вот вопрос о том фейки же пишут лишь бы работали стоят а делать нечего я вас вахта работа у меня есть временно это каждого должно быть знаете такое хобби участвовать в общественной жизни если у каждого будет такое хобби надо делать не будет делать минимальный есть обязательно будет он будет делать минимальный действ но если все вместе уже будет знаете как я не помню кто сказал а так филис что ли я лучше буду получать прибыль не от 100 процентов от одного человека лучше буду в 1 процент прибыли от 100 людей от их усилий смысл то в том что если каждый почти даст это будет намного больше эффект чем 10 людей но не полностью положит жизнь на это а толку не будет ты понимаешь вот эти митинги и пикет это тот минимум который должен до членим это кроме этого мы должны выходить просто говорить не надо там радикально я не стал консервировать сразу не сторонник радикальных меда это во-первых это не эффективно в этом свете туда ты смел человек я не знаю сейчас стараюсь я могу сказать но опять же надо ситуация пока они не связана ли твоя смелость кто-то что занимаешь активную позицию выступаешь на корицию не пришел эфиры проводишь а пикида связи с тем что ты здесь не работаешь ты неуязвим да ну я на этом не задумался на самом деле я не поэтому наверное не могу дать конкретно нет да потому что кто узнает может бюджетником был бы да я бы тоже так бы у меня было двое детей семья блин не было возможности там люди же разные по нему я не голосал возможно если были определенные обстоятельства я просто я не могу спрогнозировать эту ситуацию возможно я не говорю просто я не хочу вас да нет я бы не молчал а вот такая ситуация же смысл не в том чтобы показать что надо преодолеть себя кто не может ну и выходу кто не выходить но кто может выходить и вы это можете это ничего не надо там каких-то жертв там не надо там не знаю сердце как дарка вырвать и все туда идти до осветить дорогу это смысл в этом не будет смысл то в том чтобы каждый сделал по чуть-чуть я в этом вижу смысл на необходимость поскольку это необходимость так должно быть в этом будет система будет знаешь автономно она сама будет себя излечивать от нежелательных организмов которые будут внутренние вселяться и она сама сама вот отсеивать всех кто будет вредить этой системе это граните отлично что ты посоветуешь у подписчикам канала зрителям в конце нашего с тобой разговора ну как я и сказал советую всем вообще понять попытаться разобраться в себе что они хотят от жизни там какие они преследуют цели каждый человек хочет на кого-то своего личного счастья но если ваши личное счастье пересекается с нашим общественным благом на ваши народа вашего народа вашей нации нас как калмыков то предлагаю вам делать эти маленькие действия каждый день подумать что вы можете сделать начать с малого и подать пример для других людей сделать какие-то и не знаю пытаться участвовать в общественной жизни в культурной неважно вот где кто работает там не внесите свой 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 вклад в эти события даже вот вы работаете какой-то коллективе настойте это коллектив там чтобы все работал все действовал чтобы наши дети жили в такой таком обществе где вам бы вы были бы удовлетворен удовлетворены своим обществом тем как ваши дети растут смысл того в чем чтобы наши дети стали достойными представителями своего народа но это опять же мой смысл если ваш смысл другой то ваши права я тут опять же не хочу никого переубеждать это поэт потому что я не считаю человека такого силы которую переубедили он это не сильный человек сильный человек который изначально у него есть принципы которые сформировались под с каким-то своими обстоятельствами и он их придерживается и он их несет разберите себе и если хотите помогите нашему обществу стать лучше